но это здесь орёт в доме такое ощущение кто-то здесь есть куда ты последний раз видел где последний раз видел когда мы встретились с этими людьми так вот здесь тоже мы спим дальше где тут и здесь же спит папе то ну и я там сплю оказывается понимаешь разное время об этом ночуем давай вчера только поняли что вот здесь тоже кто-то может спать маленький тут мягко это лари паре здорово поднимайся наверх шахматы у нас нет фигурок поэтому просто такой это римас наши наши банды я тебя узнал просто охренеть можно это тоже узнал шучу ну нет наверное я просто смотрю на доску а там фигурки это выходит что-то не фигурки понимаешь видишь у нас просто доска доска подставка для стаканов а мы стаканами играли стаканами неплохо классно у вас дома здесь может быть вот либо ты лезть спать либо кто-то либо сестра твоя охренеть можно только здесь страшная картина вот видишь она смотрит на душу переселил что ли ванную жить на славе в ванной живет уже да я живу в ванной здесь спит а он потом испугался картины посмотри на эту блюдину на картине и в зону тоже нахрен ты ее царапал то ты еще ты еще мою сестру не видел надеюсь она не такая же так а здесь у нас ящик у нас здесь будет время оценить складываем все добро вот здесь можете подойти посмотреть ключи есть у меня я же говорил три штука и тогда заходишь я просто сижу там с дробой это с винтовкой вот видите что она опять на меня нападет другое патронов поехал оружейник в город вот смотри бери здесь револьвер себе свободных на ворованных возьми себе 2 1 1 себе другое этой сестре она не носит сестра не на него она плохо стреляет понятно собственно вот как-то так у нас здесь неплохо слушай помидор спать иронии нужно соберется как продюрка помощника городе вот как раз насчет этого не забирает больше и всякую пушнину так господа что ж теперь эти охотнички что делать дохлые леса у нас на столе отчет не делать и теперь в городе не принимают это для гостей да вы голодны он еще сейчас у нас сервировку заложили уже до раза да и лицо положили все это очень это у нас пепита гостеприимные не черных сушит домоха стеки хороша смотрю самые свежие я не холодно только чайку бахнул очень хорошо молочко нашли так что ух вообще покажу вам как а вы можете разделать лесу или нет до верху до кровати большой там раздела нет нет гостей принимать да буду я так поняла классный диван даже есть мне нравится у меня дивана небо так марселин зайдите в гостиную там вообще разломать слышно хрустится наверху понятно нет она внизу у нас внизу звуки плохо тут у вас это того а может другой там хрустит ты может быть тоже из картины вы верите в духов другом играть кроме этого он умеет играть на нервах режима я думаю я уверен в этом это он профессионал да так что нам нужно сделать нам нужно сегодня раздобыть патроны у нас патроны поехала оружейник в эти в город за ними нам нужно сейчас тогда раз нас четверо нас уже пятеро получается еще два есть но не это там того туда еще сестра римаса джинни еще проверить этого надо рбт у нас да еще один мужик и сами тоже подвязался мы его предварительно проверили он вроде нормальный но пока что дома мы не будем показывать до первого дела в общем возьмем его посмотрим как он себя поведет там вроде хорошо показал откуда-то знакомы кто мы-то до этим симом да вы знаешь слушай это длинная история пепетова короче но я так и быть расскажу тебе вкратце было бы неплохо не так давно я занимался политикой в британии мы там строили нашу либористскую партию британскую короче это лево центреиста да не важно короче насрать забудьте что я сказал в общем новое движение там все дела вот у меня был друг хороший том мэн вот мы с ним партию организовали там все дела но что-то пошло не так и нас плохие люди так сказать его убили и поэтому я знаешь когда мы ухранили мне передали его письмо которые нашли когда ну его труп увидели а там в письме было написано от некого мистера энефа но то бишь ну ты знаешь кто это я просто не говорю полностью да вот и короче я там сказал то что мистер том вы преуспели своих делах мне нужны ваши навыки при их приезжайте пожалуйста в ротс помогите моему хорошему другу и напарнику мистеру зиму хеллок вот мы письмо могу даже передать но собственно вот я и приехал сюда узнать что кто такой мистер энеф я просто тебя знаком лично не было не знал что то он был связан с этим человеком вот я приехал сюда и мне сказали что здесь ребята занимаются правильными делами даже могу быть действительно полезен своими знаниями потому что скоро грядут выборы шерифа и я вроде как умеет стрелять и ну я как сказать я как там ты сказал жим морально подвижен да и что такое морально подвижен и короче я ублюдача что что надо всем и в общем да мы бы а мы бесславный жим ну вот пока что бесславный нам нужно чтобы мы были так же это одна чтобы об андин это фликса знали все вокруг это задание самого мистера фликса лично мне нравится такой расклад так вот как раз да мистер фликс говорил о том что он направил письмо человеку который как раз привлёк его внимание и поэтому вот он ждал его но приехал у нас так сказать и римас которая сестра со своей сестрой да получается у сестра знаешь она просто за мной увязалась я потом только уже на пароме прочуху что она за мной поплелась я велел дома оставаться но она как она но просто во все бочки затычка то хочет морально подвижно знаешь она тоже как и я же поставится быть похожи на меня хоть я пытался ее это говорить но она да но она знаешь она херово страдает но она типа вроде я хер знает может быть она способна куда же убить но надо у нее узнаешь узнать точно прям на ду за несколько на ублюдок ну да типа насколько она похожа на нас так сказать я так полагаемых седу примерно это в одной так сказать и степени тварь да да это мне нравится люблю иметь дело с единомышленников я шерифом собирать становиться удачи хорошо ты за кого хочешь за работягу одноглазого или за себя так может слушай одноглазого работяга краски сделаем для уцентриста он будет у нас этим как мы когда говорил это марксистом короче красный на свободу это равенство братства все дела ну вот он выдвинет свою агентатуру и я выдвину если что знаешь тут мне говорили что 1 1 выбрали а другой у которого точнее того человека которого выбрали он сразу всех остальных взял себе в помощники шерифа может быть и сделаем так же таким образом если что ну смотри на ба как-то объединиться знаешь там типа ходить под флагами красными в красной одежде людей там про лекарь говорит холостойте за работягу одноглазого там или за тебя уж вы же определить что хотите ну я буду знаешь я буду без агитации а вот за одноглазый работяга должен привлекать себе внимание мне считаю что прям вот смотри как хочешь либо как я помню что предлагал кота левого придурка найти которую мы поставим и скажем делать то-то 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 а чем-то за глаза работяга потому что если римас объяснил же просыпаешься там придурок на вас работяг на чем вот единственное что он будет жаришь сидеть он будет сидеть до из-за на него что будет сваливаться и не дай бог кто-нибудь еще кокнет как сегодня выразились и велика потеря это уж вам как бы известно это насрать тут кого жалко кого не жалко просто ибо пока он будет заниматься там шерифскими делами мы будем там воровать и грабить еще что-то а вот он получается будет вроде как не с нами но это у него надо узнать уже хочет он такой расклад не хочет но мы можем сделать так что нам нужно все наши дела будут воровские лиги как их законными да ага слушай ты смотри набирайся потихоньку уже какие-то умные словечки там пытаются да вообще это да я вот лиле у меня что-то язык увертелось и все а вот работяга добрый день одессе бы больших красных ура это рубашечку ваша класс был бы да можно прикупить так что определяется короче если принц барботяга готова все тяжкие пустить стоим просто расскажу что почем помогу пусть пускается как ты смотришь на это работяга да ни хера просто отсыпать походу бабкина правильно им да получается так делать вишу ты делать вишу ты умный хорош что-то там минаешься дела за всех рабочих до деньги тебе будут поступать от имена просто банде отдаешь все проблема в том что ты будешь постоянно там в этом своем депортаменте садите типа но зашком года хравить будем сложно будет тебе хотя знаешь если будет не работа как с нами а будет туда другой да нормально так да ведь другого сложновато быть нескольких местах одновременно ну да типа ты уж подумал бы тэга что тебе ближе ну знаете у нас тут шериф который был вот при мне он появлялся к обеду уходил рано и был шерифом пока не пропал совсем поэтому мы же тоже можем нам-то главное что деньги заработать здесь не заработать неправильно ну забрать все их деньги забрать все их деньги да мы же сами справедливы чтобы мы такие как мы это ну тоже были равны с этими буржуа мы возвращаем себе то что нам у нас отняли по праву рождения получается эти все буржуазивные морды точно точно живем хорош отлично заво обратно хрэть можно что он случаем тебя в театре не выступал нигде тут у вас выступал вообще серьезно даже я это не знал хрэть смог заработать на этом выгнали по моему его оттуда твою-то мать виды любили здесь проходил как я прям слушаем родственная душа да так работяги у нас сегодня важное дело давайте мы вчера с римасом обсудили и решили что нужно ограбить наших местных шерифов а помощь холупа у них оружие у них патроны грабим их выносим все и у нас все хорошо а с винтовки патроны которых вас не хватает и мы вообще уже купаемся в случае славы этого города переодеться найти одежду одежда только нет у римаса получается наверное сестры кстати да нам бы еще объединиться с нашими этими дурачами моим моей сестрой этим какого-то дугль-пугль да давайте тогда сделаем следующим образом едем в город разведываем обстановку и как начинает уже вечереть едем обратно уже сами переодеваемся и выходим на дело может быть даже ограбим это магазин я слышал что у нас сегодня этот как его продавец поехал за оружием и за патронами вот оно как интересно но у нас было бы хорошо если у вас его поставку перехватить но мы же не знаем к они поедут да да тут конечно есть один главный путь но тут тоже не угадать да лари кстати по поводу телеги вонючие которые с едой где она я не знаю издеваешься надо мной я там закупил еды за 20 баксов лари да ладно я знаю где где она в городе ну так привези сюда давай разгрузим а потом уже собирай деньги на по помощи голодающим детям сент-дени уже в свое удовольствие где она стоит она стоит там же где остальные телеги где стоят остальные телеги там где арендуешь телегу а я понял он тогда возьми пожалуйста там ее за своего работягу и привези сюда разгрузи и все да будет сделано прекрасно тогда сейчас мы едем и ждем вечера тогда приезжаем сюда как план чётко надежный как швейцарские часы которые у меня недавно сломались найдем новое да так все давайте тогда погоним слушай зим что-то я слишком уж поумнял такие вещи говорю что я почти не храни полно я с вами джим а я запомнил слова которые ты говоришь да а помнишь нас девиз какой не пороха не патрона меня не другой глаз на жопу натянем другой другой в этом городе много собак или что да в этом городе много собак и все не срут это кодовая фраза или нет или что слушай что это мне какое-то предчувствие какое предчувствие такое ощущение кто-то здесь есть кроме нас это дикие лошади едем а уже вечереет так римас ты можешь съездить тогда вот сейчас в город найти себе одежду соответствующую и потом с нами встретиться встречаемся 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 нет мы уже будем я думаю сейчас и готовыми грабить поэтому встретимся в лесу рядом с прудом больше мы проезжали рядом справа от болота точнее справа от огорода как ехать сюда да 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 там где мы стояли вы ждали меня и кровь куда все отлично давай тогда главное чтобы лицо закрыто было понял а ты смотри вот это вот здесь эту одежду сейчас это как бы сложи в сумку на лошади и там уже когда переоденешь тоже сложи в другую сумку просто если мы что-то может это то наш это один актер и все театры заходят придаваться все под уходит как было ну ну в принципе мы сейчас справляемся с этим поэтому сначала надо наворовать нормально так одежды ну да да ты права ну тогда ладно срать я просто продевайся мы там где коровку дуэл собираем да да я пулей давай давай слушай дим что нам надо нашу наверно одежду в центре забрать она пока что еще пусть лежит нас мы же не пока непонятно когда мы сказали что придем через два-три дня вы висок же не подошел я подумала что наверное стоит мне проверить объявление вот это вот давай тогда ты это тоже езжай и возьми одежду и также встретимся там где дали корову а мы с вами господа переодеваемся в нашу рабочую одежду я уже хорошо надеюсь вы не забыли что что тебя зовут боб меня били да сейчас мы едем к сгоревшему дому так надеюсь сейчас никто у нас у нас на пум не нарвется тихо 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 отходим господа не понял что это такое кто стрелял это они стреляли чтобы свалили понял если так едем я бы сейчас прискакал так тогда мы едем к дому собираем наших тогда опять вы что ли как мы или с ними разбираемся или так и дальше будем с ними встречаться до сгоревшего дома доехать встретить и этого как кокни стоим здесь мне кажется мы кого-то потеряли а где она море ты бы сказала если схватили то что нам делать и теперь когда ты после нас видел где же не раз видел когда мы встретились этими людьми и где она была лари съездить и съездить к нашему дому посмотри может быть она поехала я здесь буду руки выше макушки и куда вы блин смотались мы сюда ехали же сказал сгоревшего дому мы здесь встречаемся с кокни и с хрена вы меня там кинули смысле я вообще не знаю мысли даристо приехал сказал мы кажется кого-то потеряли я говорю что то есть ты не сказал вы остановились начали на них наводить пушки я не поехал дальше нет я ехал дальше вообще не останавливался мы сцепились дамочкой языками бат вас нет они втроем меня окружают я думал может мы проезжаем мимо проезжая мимо наводя на них оружие они на нас да отлично это же остановился общение на секунду я просто проехал мимо и все и что они сказали не сказали кого куда мы торопились и какого хрена мы ехали с оружием на них наставленным что я сказал что это они первые наставили все разъехались полюбовно они видели твой лицо ну а ты видишь на мне маску ладно темно ночь нормально вообще да они мы мы ехали без оружия на составили ружья когда мы там остановились первый раз поэтому нам вопросов нет час лари поехал проверять тебя у нашего дома поэтому должен приехать сюда зачем к дому то но я думал что ты мне сказал едем к дому это чтобы ты подумал что к дому нашего то он же еще не сгоревший что есть еще но хрен его знает а мать часто горят а как города что-то римас долго выбирает себе одежды видимо какие-то странные ребята которых мы встретили сегодня две бабы и мужик один ну аж путники какие путники ну да слишком уверенные для путников по крайней мере не стреляли в нас судя по всему ехали за нами раз они нам снова на встречу попались у нас все больше и больше проблем в этом городе нам нужно всем собираться уже окончательно и действует уже надо иначе появится еще еще и еще и еще люди какие-то непонятные надеюсь это просто проезжие какие-то путешественники на его хоть за смертью посылай да кажется эта ночь нас никакая потом скачет а вот это ты где да что делаем нам нужно чтобы на к нам присоединились еще двое наших друзей чтобы у нас было уже причисленное преимущество пока что вот тех кого встретили было трое надеюсь не просто проезжали мимо и все я думаю надо было с ними просто поговорить а не убегать как какие-то я поговорила с ними потому что вы убежали опять они были возмущены тем что мы по той дороге ехали судя по всему что это их дорогу что ли ну не знаю может их встречи мы покажем кто здесь главный нужно собраться всем вместе пока что мне по мы не покажем и главный может они еще уехали сейчас мимо они поехали куда-то в сторону фермы вот до этой фермы дальше в сторону ровность поехал а нет ни в роутс они поехали но вроде нет может быть туда если они поехали в роутс они могли предупредить жителей которые там начал предупредить мы же не стреляли их не грабили в принципе да ты уверен что они нас здесь найдут вообще мы с ним поговорили он сказал он здесь доил корову он сказал на месте где я доил доил корову это было вот здесь кто-то едет там кто-то стоит в кустах поехали заберем тогда его вот тут смотрит на нас далеке оттормознул даже когда увидел меня вон там вон впереди кто-то тормознул лесу поехали стоять ты чё подкрадываешься где твоя одежда иди в кусты переодевайся нас тут это там у берега до кримус ты что до рот слышишь на шоу черный у кандидата хорош может он прямо сейчас собой взять на дел проверить кого какой-то браксон наш такой этот ходит тоже лысый что думаешь слушай нас слишком много сколько ну смотри нас восемь не на сосет веру сегодня но у нас четверо еще сейчас марселин подъедет и еще будет ван ее друг и еще твоя сестра да он просто нас на дело хотел позвать говорить по поиск хочется грабить а такого прикольно ну давай поговорим где он он в городе только нуждет надо с ним это поговорить пусть сюда приедет а зови его сюда а он там кстати хочет собираться на в этом встретимся хорошо а давай я вам так скажу что поедем давай скажи ему что мы будем и церкви разрушенный прям сейчас доедем куда поехали я мы туда мы уже поедем город если хочешь пока заскочим и пока поговорим с этим выше я предлагаю что джин тогда один пошел мы пока на прикрытие в округе посмотрим я просто подумала что если у меня будет прикид похожий на марсе плане маски это создаст больше вопросов чем оленья которая легко узнать весь план в жопу пошел нас на 5 короче скачем к разрушенной церкви джим будет разговаривать мы будем стоять в окраинах нас не должно видеть джим если что мы на прикрытие на ваш прикрытие конечно да ты же помнишь где разрушенная церковь нет не помню поехали к ней может быть вместе тогда ну пошкакали пук то все помнят где разрушенная все туда туда подъезжай мне вопрос кто хочет грабить какой человек в здравом уме будет говорить выходить в город в городе говорит что хочет ограбить поезд вот поэтому его и надо проверить надо на него надавить если он какой-то из законников то мы прямо там его и пришли откуда мы узнаем кто на законников или законник или нет можно маски снять зачем ну и что а потом надеюсь забудем надеть и он приедет вид наш лица это будет последнее что он увидит последнее что руки 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 выкручиваем Вверх, мужчина. Мужчина, руки вверх. Какого хера ты шо? Ты че, сука? Ты на кого, блять, бочку катишь? Ты на кого хлеб крошишь? Ты на кого ствол поднимаешь? Руки вверх, сказал. Ну ты и сука. Ты шо, мы с вами наговаривали, что шо? Общаться надо. Какому-то человеку, человеку, который, это, ходит по городу, говорит, что ходишь-то грабить банк, ты как думаешь? Ну ты и сука, Римус, Римус, ну ты и сука тварь. Тварь, ёбаная. Падали. Да ни хера. Какого хера? Рассказывай, что за план у тебя? Да давай, может, внутрь, хотя бы шумы тут встали, я не могу понять. Проходи внутрь. Проходи, давай. Да ни хера, я как это угнул, сука, тварь. Я вам ничего, блять, не скажу, тварь, ёбаные. Уроды, поганые. Я вам своё место рассказал, а вы, блять, нагнуть меня решили, да, сука? Так, всё, спокойно. Встань. Поворачивайся. Ты чё думаешь, я хулиганьё какое-то с индоническое? Конечно, рассказываешь, ходишь по городу, рассказываешь, что там всяких этих, этих, ты хочешь ограбить. Кому я, блять? Поезд хочешь ограбить? Кому ты расскажешь? Одному, блять, Римусу, сука, рассказал, блять, а он уже, блять... Откуда ты знаешь этого Римуса? Познакомились с ним, хороших, так сказать, этих взглядах. Мы с ним сошлись просто, пролетариат, пролетариат нюхает издалека, понимаешь, о чём я? Билли, наставь на него свою пушку, я поговорю. А, отлично. Это Билли, ты, да? Приятно познакомиться, Билли. Да, значит так, рассказывай свой план, чё хочешь, кого хочешь, когда хочешь. Чё, вы хотите, чтоб я вам рассказал плана, вы меня вальнули потом, мы использовали мой план, вы чё, блять, меня за дурачка держите? Ну, у нас чё же отношения строятся на доверии у нас? Охуенное доверие с двумя стволами, блять, в моём же доме, сука. Ну, хотя бы не с тремя.